Так, ребят, всем доброе утро. А мы сейчас едем за Кирой в школу. Сейчас у нас 12 часов. У неё в час 15 заканчиваются уроки, и мы перед этим хотим заехать ещё в магазин. Потом, короче, мы выезжаем сейчас. Едем на родительской машине, потому что мы едем забрать Киру. Так что, вот такие вот у нас дела. Ой, на улице прохладочка. Ну, круто. Может, будет, конечно, тёплая ещё чуть-чуть погодка. Сейчас заглянем. Но, мне кажется, уже всё вряд ли. Уже осень. Ну, такое. Нет, уже не будет тёплая погода. Уже будет такая, как сейчас. Днём 20. Ну, нормально. Идеально подходит. Просто эти 20 не те, которые летом, когда солнце пёк и жарко. А это 20 те, которые прохладно. Короче, мы едем. Что ты мой цыплёночек? Ты мой цыпочка. Ничего. Можно новую почту? Поэтому мы сюда. Так что, такие вот у нас планы и два. Ну что, мы приехали домой. Я сейчас смонтировала влог, в котором не вставляла, потому что мы не снимали то, что мы ездили в ветеринарную клинику. И вот только что вставила это во влог со следующего дня. Короче, вставила обратно это всё и рассказала там историю. И смонтировала. И оно сейчас кодируется, вернется и будет выгружаться на канал. Потом ещё одно выгрузится. Завтра уже выйдет видео. Сегодня мы влог снимаем дальше. Как ты, моя старушка? Как ты себя чувствуешь? Уже хорошо практически, да? Очень надеемся, что не будет рецидива никакого, что это было от корма и что всё пройдёт, да? Моя красотка, моя сладенькая, моя малышка, мою девочку, да? Уже у нас глаза полностью открылись, они уже не чешутся, только они чуть-чуть текут, слёзы текут и кисли текут, да? А так, в принципе, чувствуют себя уже у Вика хорошо, да? Сегодня даже с нами спал, да? И забирала у нас одеяло, шнала. Так что вот такие вот у нас дела. Сейчас выставляется видео, можешь спрыгивать, Вика? Давай. О, полегче лаптичка. Сейчас хочу нарезать. А, блин, надо пообедать, наверное, уже. Блин, не хочу обедать. Мы сейчас будем кушать супчик. И знаете, что вы только что заметили? Посмеялись, потому что наша собака поняла прикол вообще одежды. Она может лить где угодно. Приветик. Теперь это собака-амфиби. Я думала, да, 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 ещё лежит. Она так что просто валюхалась под столом, и ей типа не холодно от того, что она в одежде. Господи, скачала когда-то приложение, и больше у него не заходило, так оно мне уже месяц выносит его и шлёт бесконечное оповещение. Типа, мы есть. Никогда, кстати, не разрешаю оповещение присылать. Да, поэтому, например, стикеры в Инстаграме вы можете не писать. Андрей там продаёт стикеры очень активно. Заходишь в конце недели, а это, а там у него миллион сообщений, потому что у него же оповещения ни на что нет. А раньше, представляете, ему пытаешься дозвониться, написать сообщение в Телеграме, а у него оповещений то нигде же нет. Короче говоря, ребята, приятного аппетита. Короче говоря, ребята, если вы не социопат и нормальный такой вот на человек, у вас есть оповещение, потому что вы общаетесь с людьми. Так, а я тут решила всё-таки начистить картошечку и сделать вкусную пюрешку сегодня. Так что я тут стою, чистю картошку, и будет вкусная пюрешка с грибами и с чем-то ещё. Не знаю пока с чем. Ну, я думаю, я придумаю. Вроде вот эта чистилка удобная, трёх, короче, трёхштучная, но и не особо. Мне нравились, которые я покупала, керамические такие. Но они быстро ломаются, и это вот уже нам служит достаточно долго. Так, рецепт очень вкусно приготовленных этих, приготовленных грибочков. Сейчас вам покажу. Значит, что я делаю? Я наливаю масло на сковороду, разогреваю это всё масло. И не стесня. Так, как плита индукционная, это всё происходит достаточно быстро. Плюс я только что варила пюрешку. Так, что я делаю? Сейчас вам это показывать. Берём, пока разогревается лук, и чеснок. Сейчас мы это возьмём. Чесночёк. Берём целую вот эту вот дольку, нам её как раз идеально. Ой, чуть не уронили. Кипяточную пюрешку. Берём небольшую луковицу фиолетовую. Ну, не фиолетовую, любую, просто нам нравится фиолетовая именно луковица. Так, мы их пока столкнуем здесь. Ой. Чё тут так всё разогрелось? Смотрите, вот так вот нарезанный гриб мы отправляем на сковородочку. Сейчас мы их отправим до конца. Сейчас. Поверх грибочков солим соль, то их хорошенько посолить нужно. И я добавляю сухую аджику. Вот так, хорошенько добавляю её. И сейчас она пока чуть-чуть вот должна всё сразу перемешать. В обязательном порядке для того, чтобы перемешалось хорошенько. Солька, аджика и впыталась по всем грибочкам. Я жарю на 140 градусах. Это вот первое начало. Жарю на 140. Пока у меня вот сейчас будет драться корочка, я успею почистить чеснок и луковицу. Что мы делаем дальше? Берём, нарезаем половину луковицы и давим чеснок. И тоже его меленько-меленько нарезаем. Хорошо, что камера сама по себе водонепроницаемая, потому что она только что у меня упала в сковородочку туда. Короче, перед тем, как всыпаем мы лучок и чесночок, мы хорошенько перемешиваем грибочки. Вот так, хорошенько. И я беру, переключаю до 120. Это, в принципе, нормальная будет температура. Ай, больно. Так, и я вот это всё туда сейчас отправлю. Так, всё, я всыпала. Здесь вот у нас чесночок. И всё это мы перемешиваем. И это всё вкусно. Пусть жарится дальше. Так что вот такая вот вкуснятина. Потом покажу в конце. Я жарю просто на глаз. Я не знаю, сколько нужно жарить, как это нужно делать. Я делаю так, как я вот вижу. И считаю нужным. Я зажариваю очень хорошо. Поэтому вы смотрите по себе. Так, у меня получилось всё перемешку с сыром, с пюрешкой. А вот у Андруши вот так вот выглядят грибочки. И тоже пюрешкой. Короче, мы сейчас будем кушать. Поэтому всем приятного аппетита. Да? Приятного. Господи, как непривычно. Ну что? Мне смотреть на вас голос. Как я тебя накормила? Меня накормила, ну, прям вот так. Как? Прям вот так вот. Вот так вот. Типа, что тут отзеркаливание. Кого? Тебя, Господи. Нет. Так я накормила, как я тебя. Вот, накормила вот так. Короче, да, мы наелись очень-очень вкусненько. И сейчас я буду идти умываться, чистить зубы. И мы будем ложиться уже с чайком в кроватку. Пойдём всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И мы вас любим очень-очень всем. Спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.